Рязанцы для освящения образа священномученика Харлампия, епископа Магнезийского. Сей священномученик в 1922 году почти окончено было его после долгих мучений и страданий за исповедование веро-христианской при лицом враждебных христианств правителей провинции Магнезия. Сей священномученик, будучи в преклонных летах, ему было на момент этих страданий исполнено с полных 115 лет. Это старец великой духовной силы и Божьей благодать стяжал. И достойно, подобно святому великомученнику Георгию, великомученнику Дересолновскому, другим великомученникам, мученикам за Христа, исповедовал веру христианскую. Этот светильник Божий прославится надленными мощами. И чисто мощей его распространяется по всей вселенной, по всей нашей апостольской церкви. И его чисто мощей мы встречаем и в Греции, откуда он был родом сам. Мы их встречаем и на святой горе Афон, встречаем и в нашей русской земле, в наших православных русских храмах, в нашей русской православной церкви. И в земле Рязанской тоже есть частицы и священно-мученик Харламбия. На сегодняшний день еще раздумывается тем, что мы освящаем икону как дар казаков Рязанской земли, как благословение. Потому что Бог способен у меня еще и самому принятую святыню по благословению покойного, ныне славного, известного на весь мир, митропорита Амфилохия Радовича. Митропорита Чемногорский и Приморский Амфилохия Радович. Мы с ним встречались в разное время. И сподобал Господь в 19-м году быть на празднике царственных мучеников в Черногории в монастыре царственных мучеников. И мы тогда были с иконой царственных мучеников, царственных мучеников Николая, и всей его семьи в монастыре, который был построен на месте села, где были убиты сербы. Сербы исполняли веру христианскую перед мусульманами, захватившую тогда Черногорию и Сербию. И только малая часть Черногории не была захвачена турками. И отсюда в истории ушло понятие о сербах как о непокоренном народе. Потому что этот народ, если даже остаток сербов остался непокоренным, то народ непобедимым считался. То есть серб, значит, непобедим. Так осталось в памяти в истории крестьянской церкви. То есть часть Черногории не была захвачена турками, а вся остальная часть сербии, коронавско-сербского, была захвачена. И вот находясь под этим лигом, оставляли все. И вот в этом месте, в стечке Рустова, были убиты все поселяне, просто дети, старики, женщины. Все были убиты. И тела их были разбросаны. И в этом месте останки их собрали потом, благочестивые люди. И в этом месте Безрюбов Филохий Радущий благословил организоваться и осветиться храму. И монастырь назвали в честь старственных мучеников. То есть в земле Черногории, недалеко от берега Средиземного, где притчется прекрасное Средиземное море, находится монастырь Старственных Мучеников. И Филохий тогда просил, чтобы кто-то из священников из России приехал на этот праздник. Но так получилось, что другого не нашлось, кроме меня, и оказался я. Безрюбов Филохий скончался в прошлом году. И очень жаль, что мы не видим этого петрополита, потому что он был истинный друг России. И истинный друг русского народа. Знал много языков. Он учился в Свято-Троицкой сербии лавре в академии духовной. И то, что братский сербский народ поддерживает нас духовно, я свидетельствую об этом тем, что Филохий, когда принял меня, у меня не было тогда никаких грамотцев поверительных, никаких справок, документов. Он сказал, ты есть само письмо от русского духовенства, от русского народа. Я тебя вижу, и достаточно мне того, что ты есть. И Господь, по просьбе, не моей просьбе, была не моя инициатива, а с Донецкой земли, с Донбасса, осажденного. В храм, в прихожане храма Валерии просил у него частицу, хара. То есть, ни твоей заслуги в этом нет. Я просто участвовал в празднике, а потом, дальше, мы попросили уже Филохия, это благословение у него получили на принятие счастья мощей. До этого я говорил с Касимовским близким Василием об этом. И говорил, что ладыка, вот еду туда, с такой-то миссией. Он говорит, хорошо, я передаю ладыке Филохию, нашу святыню казацкую, Божематерию Касимовскую. Я ее вручил для Филохии на праздник царственного мощника, 17 июля это было. И Филохии сразу же эту святыню, в буквальном смысле, на видное место монастыря поместить. То есть, вот такое благоговение и такая открытость, такая искренняя любовь, в этой любви хочется остаться и жить, и битвовать. И я желаю, чтобы эта любовь, которая была с благословением, пришла на нашу Рязанскую землю, с этой частицей, опять же, повторюсь, что частицы мощей, как Харлампия, они есть в Рязанской земле и в Богословском монастыре, и здесь у нас Кремле, и в Крайме Рожьей Господне, сегодня мы видели. Но дело не в этом. Дело в том, что вот та любовь, которую сопроводил Филохий Радович с этой святыней и передал ее русскому народу, так лучше Рязанскому, нашему казачеству, так бы лучше его сложилось, и частица пришла в Казанский монастырь, где находится предел Харлампия. И он дал документ свой Казанскому монастырю, Рязанскому, Казанскому монастырю, где находится предел Харлампии, при этом числе мощей. Игумене Анна приняла так скромно от меня все, мы были без всякой рекламы, стих спокойно, передал эту святыню. И не так давно эти святыни пребывают сейчас уже в этом пределе, был освящен предел Харлампии, в сослужении митрополита Марка Рязанского и епископа Василия Касимовича. Так что Господь все управляет, свои пути правит Господь, и очень благодарю Бога, что атаман Андрей Александрович Доценко, он как-то все это тоже отпринял душой. И мы, в общем-то, я очень рад, что родилась такая мысль, чтобы была эта святыня, казачья святыня, рязанская, благодарность Богу за то, что священных лучших Харлампий мощей пребывает здесь. А вы расскажите, как она у вас появилась. Ну я уже стал рассказывать, но просто, да дело не в это, кто я такой. Ну и промысел Божий. Мне промысел Божий, чтобы казаки знали. А Филохий дал благословение для казацкого монастыря, что пребывало там. И в это время, значит, Валера, который из Донбасса, и я молились, чтобы как-то Господь правил, никуда пришли. А просили в их треничке. И отец настоятельного храма монастыря Морочи, а там монастырь называется поселению, допустим, Успенский монастырь называется, да? А если это монастырь Морочи, там село Морочи, а вообще монастырь Успенский. И там архиводитель Рафаэл, он такого небольшого роста, и когда мы приехали с письмом от Амфилохии, Митрополита Черногорского, просьбу передали, он начал принять нас строго. А потом, когда, значит, они вынимали с батюшкой с одним, вынимали частичку, они выходят в таком недоумении и говорят, ну мы вынимали одну частичку, а вы, мол, с три. То есть, как вы просили, то есть, Валерий просил для Донецкого, да, крохотная, вот просто крохотная частица. А там, в это время, когда мы приехали, это было 29 июля, мы приехали туда, и там были дети сербские, и семьи сербские были. И кто-то сказал, понимаете, мы 8 лет здесь ходим в храм, в монастырь Морочи, и первый раз нам открыли ручку в Хараленке, кисти. То есть, для них это было событие, то есть, они сами были на торжестве, то есть, а мощи не открывались. И тут надо, чтобы приехали русские, и вдруг это вот, как бы, для них тоже было мало отчет, для детей, для сербов, прихожан, что в этом монастыре, Господи Божией Матери, в селе Неморочи, нам передали эту святую. Для женского, казанского монастыря города Литвы. И плюс она распавшаяся, она прямо в руках распалась, в Донецк, и оказалась еще и здесь, вот у нас, в Мощевике. И я думаю, что это как благословение, и пусть послужит нам укрепление, при вертоне всех испытаний, которые сейчас на нашу землю пришли. В прошлом году за садами продолжают еще впереди наши испытания. Не будем мы смущаться этими всякими морами, болезнями, страхованиями, а будем духовно молиться, твердо ставить в вере, будем трудиться, будем каяться в грехах своих, и ведомые промыслом Божьим, волей Господа нашего из Христа, Христовой Богородицы, и нашими святыми рязанскими делепосиявшими, и священнами Харлампии, будем Богом хранимы и Богом любимы. Аминь. А подробности потом в частной беседе. Спасибо, Господи.